вы теперь на канале взрослый разговор поздравляю поздравляю вас нет у вас карьерный рост это сцены стабильны давайте скажем следующий президент светлана голосуйте за меня цены стабильность гарантирует ухты живая рыба да живой сладенький с икорочкой ты видела то я бывшая пришла где там да не не видел и собственно хотим собрать борщ мы уже узнали цены на овощи и теперь пришли узнать цену на мясо нас интересует два варианта законе есть определение что такое общественное место смотри согласно закону общественное место это вот так вот и рождаются слухи о смене ведущих на канале в данном случае у вас отборные продукты я пришел к вам чтобы мне рассказали что почем сегодня на борщ к хорошая горбуша кита ценовая политика 2 500 2 600 килограмм так что предохраняйтесь привет друзья с вами сан саныч и вы на канале взрослый разговор сегодня 26 ноября 2020 года и это традиционный обзор рынка початок пускай вас не смущает то что я в маске вы знаете что у нас введены штрафные санкции за хождение в общественном месте без маски штрафные санкции если не ошибаюсь от 170 до 255 гривен мы тут долго с максом спорили является ли вот это вот общественным местом и чуть позже он расскажет свою версию этого но я на всякий случай как говорят нас в одессе отдел маску и так что же сегодня будет традиционный обзор где я покажу вам мясной корпус рыбный естественно цены на овощи и также в рамках этого видео я вам посчитаю индекс борща индекс борща сколько стоит борщ если купить продукты на рынке початок и в итоге вы посмотрите стоимость одной порции мы ранее уже делали индекс борща в супермаркете и если вы не видели это видео вот здесь будет сейчас ссылочка вы посмотрите у вас будет возможность сравнить и мы в конце видео сравним стоимость борща в супермаркете стоимостью борща на рынке и так мы начинаем поехали по традиции я начинаю свой обзор с мяса молочного корпуса идемте заходим в корпус кстати здесь информация сразу на входе о профилактике коронавируса это очень важно и давайте сегодня узнаем цены на свежее мясо доброе утро расскажите нам цены на свежее мясо что у вас интересного сегодня телятинка красивенная красивенная за красивенной телятинка только сюда грудиночка 80 гривен пару килограмм можно 75 антрикотик 130 если целым кусочком можно 120 голяшечка шеечка обрезки на котлеты 100 гривен вот такая антрикотная шеечка от беточка 120 мяско 150 и костричики и яблочко и задняя часть наборщик что на заборщик грудинка да дарницкая голяшечка она тоже вкусная отварная хорошо что у нас дальше свинка есть свининочка есть домашняя фермерская сегодня фермерская раз когда беточек 140 гривен шеечка филеечка 150 челогачек 130 кусочком целеньким по 120 мяско 120 задняя часть лопаточка 110 гривен ребра почеревок 100 и сало тоже 100 почем такие красивые ноги голяшечки по 50 пару штук по 45 даем всегда можно поговорить большое спасибо хорошая торговля до свидания теперь давайте узнаем цены на свежую баранину света доброе утро что у вас баранина есть абсолютно есть у меня все по баранини все как всегда до цены у нас стабильные ничего не меняется главное что это сцены стабильные давайте скажем следующий президент светлана голосуйте за меня цены стабильность гарантирует что касается мяско мяско 200 кусочком 180 у меня красивые ножки выходные это задняя часть если много ребята я режу без проблем вот такая получается половиночка где-то килограмм кило чем-то значит ребра и шейка 120 гривен если удобно это прекрасно это вкусного не до недорого как бы можно если много на два раза поделить дома хозяйка разберется так седло седло у нас 180 гривен что мне кажется подешевел они называли 200 кусочком даем 180 гривен не обязательно брать допустим половинку я тоже отрезаю по пару штучек ему надо на один раз на первое без проблем корышка корышка 250 очень красиво делали потому что будет очень много а так удобно людьми хорошо чуть чуть больше килограмма получается . шкаф лопаточки 50 гривен есть маленькие есть чуть-чуть побольше сколько среди лопаточка весит ну это будет а тут же все 2 килограмма 2 килограмма вот такая лопатка рубим без проблем будет если кому надо допустим порубили хозяйка дома уже поделит на пару раз так вообще шикарненько так это есть этой ножки 160 это запекание это рубим на большой казан на компанию она больше местная 160 гривен килограмм ножка где-то выход гривен 500 . большое вам спасибо хорошая торговля всем кому нужна стабильность приходите к светлане спасибо до свидания давайте посмотрим цены на яйца сегодня ясен свит 32 гривны обычно яйцо 28 гулливер 35 мне кажется цены не поменялись на яйца не радует стабильность идемте дальше так есть санитайзеры руки можно вытереть и давайте посмотрим что тут есть бедро индюшки 139 гривен утка домашние 130 гривен перепелка домашние 170 гривен четверть куриную 76 90 голень куриная 76 гривен крыло 78 и все перепелиная всего много всего в достатке всего много всего в достатке филе куриное 124 гривен бедро 87,90 четверть 76,90 курица домашняя 88 голень 76 крыло 78 крыло 78 яйцо перепелиная 15 гривен десяток фарш из серия курицы 124 гривен обычный фарш куриный 98 цыплята 98 потроха куриные разные по 70 кролик домашний тушка такая вот 175 гривен курица 120 утка 130 в общем-то ассортимент очень большой холодильники здесь достаточно большие и также здесь есть еще полуфабрикаты чебуреки дендерики котлеты очень-очень большой ассортимент ну давайте несколько позиций озвучим мне кажется что цены с прошлого раза не поменялись чебуреки 180 гривен за килограмм вот такие вот смотрите фаршированный перец вареники вишня сладкий творог творог 130 вишня 170 очень много вареников с картошкой с капустой с творогом от 110 до 100 до 130 гривен соленый творог 130 гривен и различные пельмени они же равиоли кто не хочет дома лепить и тратить время любые курица моцарелла свиные говяжьи куриные свиноговяжьи бараньи индюшины также готовая продукция копчености куры копченые бедра индюшки копченые смотрите цены есть мне всегда нравился этот магазин тем что тут на все есть цена любой человек подойдет посмотрит цену и будет понимать на что ему рассчитывать сосисок очень много разных индюшины и вон куриные детские кому в школу ребенку дать лечена вот такой вот магазин называется домашняя птица идемте дальше свежие цены на рыбные деликатесы и свежую рыбу конечно же узнаем в рыбном корпусе заходим в рыбный корпус здравствуйте здесь смотрите имеете температуру здравствуйте я смотрю новый магазин открылся как вас зовут Татьяна Татьяна очень приятно меня зовут Александр канал взрослый разговор расскажите пожалуйста что у вас есть интересного что у вас можно купить ой у нас рыба шикарная шикарная малосольная свежая селедка очень вкусная свеженькая то есть есть копчености есть солдоны есть помойного копчения да пресервочки у вас очень много деликатесов я смотрю есть икра да да икра всевозможная а заморская баклажана есть заморская баклажана нет но зато есть вот пожалуйста морковочка по-корейски ага кстати да кстати да это тоже вот то что люди любят и кстати сейчас морской капусты мало где продается хорошо что я у вас хорошо что я у вас ее увидел очень вкусная толстого баклажана это где он вот этого да он да его можно брать на развес или только можно на развес можно вон пол килограмм баночка шельца ага оливки скоро новый год поэтому тут у вас можно будет нормально затариться обязательно да у нас очень много замороженной рыбы всевозможные красная есть пожалуйста и фек минтай всевозможные есть креветочка пожалуйста вы но главная наша фишка это замороженные овощи и фрукты ух ты пожалуйста слушайте ну это правда фишка я такого на рынке ни у кого не видел всевозможные а можно открыть поближе чтобы показать как оно можно поближе открыть пожалуйста овощи всевозможные клубника клубника вишня без косточки клубника 77 гривен килограмм клюква 100 вишня 65 вишня с косточкой или без без косточки малина 113 черника 135 смородина 80 облепиха 105 да а что здесь есть ух ты есть даже картофель фри картофель фри весенняя это смесь какая-то да это вот весенняя ага понял там три вида капусты морковка мексика спаржа слушайте все есть отдельно горох да но цены не сильно отличаются от тех которые когда они были свежими да поэтому пожалуйста ягоды все возможные и вы планируете круглый год да продавать это да то есть у вас большие запасы ну у нас берут хорошо да слушайте ну это очень круто это очень удачно сейчас берут очень хорошо облепиху да чернику зрение облепиха пожалуйста сейчас чаи делают слушайте большое вам спасибо было приятно с вами познакомиться у вас очень очень хороший магазинчик да вы удобно находитесь прямо при входе хорошей вам торговли спасибо до свидания давайте узнаем свежие цены на свежую рыбу здравствуйте здравствуйте как вас зовут роман меня зовут роман очень приятно меня зовут александр канал взрослый разговор делаю обзор рынка початок расскажите нам цены на свежую рыбу конечно расскажу что у вас еще московская тематика ну 130 гривен черноморский наш да черноморский да баночки камбала черноморская 380 азовская камбала 180 гвоздь черноморская 150 180 гривен килограмм от размера зависит да естественно больше размер естественно ценовая политика у вас икорка есть да есть красная икра хорошая горбуша кита ценовая политика 2500-2600 килограмм любой вес можно да да любой вес естественно какой нужно такой отлично кефалька морская 130 гривен килограмм охлажденная фианическая рыба сибас 230-250 гривен дорадо 200-250 тоже в зависимости от веса от размера я кстати у вас брал дорадо и готовил на своем канале если вы не видели то я вот здесь оставлю ссылочку посмотрите обалденно получается вы мне помню почистили сразу все комплекс мне осталось только приготовить на мангале очень вкусно получается рекомендую красная рыба семья вес порель ценовая политика 280 килограмм туша целым весом либо пол туши с головой или хвостом стейки 350 филе 380 перечная рыба стейки 250 хвостовая часть 150 гривен филе карпа 180 гривен толстого оба филе 120 гривен стейки 100 гривен толстого и карпа стейки 130 гривен судачок 100 гривен килограмм чоп более крупные размеры уже идут 120 130 140 гривен мне кстати ваши девчонки говорили что у вас самая лучшая селедка в Одессе это правда? это правда у нас селедка она самая лучшая она сентябрьского вылова жирненькая малосольная вы ее сами солите? есть какой то секрет по солке? естественно есть но мы его не расскажем но это он и секрет это он и секрет ух ты живая рыба да? карп живой сладенький с икорочкой 85 гривен килограмм толстогобик 45 гривен килограмм до 3-х килограмм до 4-х карась живой хороший сладенький по 40 гривен килограмм тоже живой да? смотрю хвостиком гуляет сладкий вообще бомба самая вкусная рыба для меня любую рыбу вы чистите да? любую рыбу мы чистим делаете стейки да? любой компресс как говорится за ваши деньги и если я не ошибаюсь у вас еще можно рассчитаться терминалом да? да так большое вам спасибо в хорошей вам торговле вон соблюдайте дистанцию как написано там сейчас это очень важные меры до свидания до свидания продолжаем тему деликатесов на рынке початок здравствуйте здравствуйте что у вас интересного что у вас нового я смотрю вот рыбьи головы появились да они у нас в принципе всегда в наличии поэтому голова рыбки либо остается когда из охлажденки хребетик такой наборчик мы продаем 65 гривен за килограмм даже при вас вырезаем все делаем тогда вот только приезжаем это уха да? на уху да а так что у вас интересно? так смотрите если вы так берете половинкой либо целенькой это у нас омгочка тушечка идет 56 килограмм по 280 гривен если берете стейковую часть мы при вас показываете сколько что вам нужно это 320 и филешечка 350 но опять на красную рыбку цена может ввалироваться каждую неделю зависит не от нас ну плюс-минус в принципе цены уже давно ну плюс всегда можно поговорить на то он и рынок да? да так вот такая скомбрия 600 плюс крупная идет до запекания ее стоимость 90 гривен за килограммчик такой молочный нежнейший вкуснейший хер 90 гривен за килограммчик также у нас есть наша фирменная селедочка все бары рестораны у нас закупают ее на форшмак или закусочку под водочку что значит фирменная вы ее сами делаете? да мы ее сами солим по очень вкусному рецепту красивая норнежская селедочка всегда в принципе в наличии идет малосольная всегда свеженькая по чем она? она 70 гривен за килограммчик сколько в среднем штучка получается? на 30 гривен 29 35 ну это такая если круг вечерком под картошечку достаточно себе можно позволить да? и так как с вами говорили за красную рыбку я расскажу вам один такой секрет вот у нас есть красная икорочка видите она идет по сравнению со остальными самая недорогая она идет жирненькая и достаточно хорошо посоленная это вот 220 гривен за 100 грамм да в новом году у нас на нее будет акция хорошая по 190 200 гривен за 100 грамм с нее я делаю как раз под красную рыбку можно под разные рыбные котлетки вот такой вот соус выглядит очень-очень красиво что там? да, смотрите там сливки лук лук красная икорочка соответственно соль перчик в принципе легко и просто берете нарезаете мелко лук можно синий можно порей какой вы любите любой обжариваете его на сливочном масле потом добавляете туда сливки а и самое важное там идет белое сухое вино ух ты тогда лук уже видите подрумянился добавляете 50 грамм белого сухого вина когда вино уже увидели что испарилось лучок его впитал все что нужно добавляете сливки сливки начинают загустевать буквально 3 минутки смотришь на по консистенции вот он когда теплый он такой жидковатый чуть-чуть но он должен потому что это соус потом в это все в пиалочку даете чуть-чуть и добавляете столовую ложку красной икры хорошо это перемешиваете и подаете с рыбкой я вчера лично пробовал очень вкусно дорого-богато получается ну недорого по идее столовая ложка красной икры это грубо говоря 50 грамм слушайте ну круто круто очень интересный рецепт надо попробовать будет вы не планируете кстати готовить такие соваты и продавать соус планируем перед новым годом где-то за неделю где-то за 5 дней почему потому что срок хранения такого соуса 3 дня это максимум а его как на хлебушек можно да ну в основном он идет под рыбу под красную рыбку под рыбные котлеты то есть любое то есть не знаю мне кажется это как самостоятельное блюдо на кусок черного хлеба намазать мне кажется ну вполне возможно да можно его как закуску можно еще туда будет добавить сыра пармезан если вы сразу будете есть вот когда оно горячее добавляете сыр пармезан и в принципе я думаю он даст такой вязкости интересно он будет вязкий и вкус сыра также появились креветочки вот в таких вот упаковочках тут по килограммчику есть два вида толар наш знаменитый толар мишка 90-20 появились такие уже хвостики они идут сырые 300 гривен вот такая вот пачечка и скандинавика тоже они идут сырые очищенные без головы но в панцире их цена 320 гривен за килограммчик очень вкусное насыщенное мясо то есть вообще я вот пробовала шикарно слушайте скоро новый год уже в принципе у вас такие достаточно новогодние товары там икра планируете ли вы какие-то акции для клиентов конечно у нас всегда есть акции скидки подарки клиенты которые с нами уже не первый год то мы пряники дарим вот как было на хэллоуин то мы дарим что-то вот купил там полкило такое 100 грамм такой в подарок поэтому в принципе вот всегда подготавливаю какие-то рецепты интересные говорю будет этот рецепт соуса расписан с красной крой распечатан то есть каждому кто хочет приготовить сам я поделюсь не проблема то есть в этом новом году ваши клиенты будут тоже получать подарки конечно как же без подарков большое вам спасибо то есть они придумали какие но что-то придумали ну это будет сюрприз и даже если придумаете вы не расскажете ну да 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 большое вам спасибо хорошей торговли до свидания до свидания макс привет привет сэнсаны привет друзья слушай ну в стране карантин введен масочный режим соответственно в общественном месте нужно носить маску вопрос к тебе как юристу в законе есть определение что такое общественное место смотри согласно закону общественное место это часть либо части любого здания сооружения которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению или заплату постоянно периодически или время от времени в частности это подъезды подземные переходы стадионы исходя из этого можно сделать вывод что выходя из рыбного корпуса можно снять маску то есть рыбный корпус это общественное место улица уже не является улица как и парковка да в данном случае преимуществом рынка початок является то что у покупателя есть возможность делать покупки не выходя из машины вы просто едете под навесом есть картошка есть капуста лук смотрите все есть всего полно вы можете подъехать к любому продавцу торговаться узнать что почем я каждый раз показываю как это делать ну вот кстати капуста капуста по 3 гривны классно вот сейчас мы узнаем цены я просто хочу вам показать сколько всего много ну вот давайте узнаем капуста по 3 сейчас узнаем по чем лук а по чем лук у вас на большую сетку на маленькую на маленькую и 7 а картошка по чем 9 любая галла пеночка лимонка кубанка а какая лучше всего на жарку на жарку да славянка лук 4,57 да и картошка по 9 спасибо ну вот пожалуйста выбор огромный сейчас как раз сезон лука и картошки естественно что под навесом это в основном оптовые цены то есть вот эти цены которые я узнаю на мешок на ящик это все оптовые цены розничные цены они другие они чуть чуть выше но самое важное не забывайте что в конце этого видео вы узнаете индекс борща то есть сколько стоит на сегодня сварить борщ купив продукты на рынке початок обязательно дождитесь в конце видео я вам покажу набор продуктов что почем будет в розницу и сколько в итоге это будет стоить вы увидите итоговую таблицу индекса борща в конце этого видео а пока мы с вами ну кубанка гала а почем у вас картошка 8 и 10 8 и 10 8 и 10 видите то есть там было 9 надо приезжать смотреть торговаться лук зимний 3.50 здесь ну и давайте сейчас остановимся еще и пройдемся узнаем цены на некоторые другие продукты что почем почем яблоки у вас ящиком что им голден голден 15 фуджи 15 горе 14 шерный принт 14 пинова красный а какие самые сладкие самые сладкие фуджи а вот это фуджи 11 поменьше который ну то сладкое калибр все это хурма или помидоры а почему почему перчик 30 и 50 30 и 50 почему фасоль 60 мне розничная цена 60 мы будем варить бочку мы хотим знать так а почему картошечка на розницу картошка на розницу 14 гривен наш украинский чеснок 100 гривен хорошо что нужно нам нужна капуста обычная по 8 обычная по 8 морковка и буряк по 10 морковка и буряк по 10 и лук обычный 10 гривен все нас интересовали розничные цены а груша почему у вас такая красивая 30 20 15 если братья тогда мы варим это на ящик да да на килограмм я тоже продаю а на килограммы то есть цена на килограммы да да она сладенькая да я вижу да это сладкая груша а такая ноябрьская это 15 все 10 а яблочки а яблочки 12 12 12 12 20 30 можно и на розницу по 12 да яблоко только так я понял спасибо а почему ваши яблочки эти зеленые по 14 по 14 и по 10 эти по 10 а вот те что мельче да да мельче и поменьше а так все остальные по 14 или какие то решали 14 а эти поднимают ага да это цена на ящик да да ну как на килограмм я имею ввиду ну я понимаю ну за ящик а капуста по чем у вас у нас только шинкован шинковки да только такая а шинкованная капуста да да а по чем она 10 кг ага то есть у вас сразу можно шинковать да это на засолку там да круто класс спасибо огурец 25 перец по 25 синий ага видишь он здесь розница 18 а ящик 12 а по чем зелень у вас нет зелень укроп 7 гривен 7 гривен 100 грамм да по чем буряк и морковка по 5 гривен по 5 гривен да это на мешок на мешок а капуста по чем на мешок 3 на мешок 3 а есть на розницу да у вас ну кульками продаю вот так а по чем кульками 6 гривен это фактически розница да у вас 6 гривен розница да да то есть 6 гривен можно взять буряк 6 гривен можно взять морковку а капусту по чем можно взять по 5 гривен по 5 гривен да ага спасибо сын саныч а ты видел там твоя бывшая прошла где там да не не видел кстати большое преимущество масочного режима это то что ни вы никого не узнаете ни вас никто не узнает а еще если я делал вот такую вот кепочку как у шарапова или как написал мне один мой подписчик горячо любимый следствие ведут колотки я ржал блин не могу как говорится то это вообще супер ну и конечно же они несут наверное защитную функцию так что предохраняйтесь как я обещал в самом начале видео сегодня мы выведем индекс борща индекс борща сколько стоит борщ на рынке в данном случае на рынке початок уже походив по базару я понимаю что придется делать два индекса борща первый будет более дешевый второй будет более дорогой почему потому что продукты одни можно взять дешевле другие можно взять дороже естественно это и влияет на качество в том числе поэтому в первом мы берем самые дешевые продукты и мясо на кости и во втором берем отборные продукты и мясо будет просто мяг здравствуйте в рамках обзора рынка початок Мы также снимаем видео «Индекс борща». Я недавно выпустил индекс борща, я сделал срез цен в супермаркетах. Сейчас я хочу сделать и посмотреть, сколько же стоит борщ на рынке. И я уже решил, что это будет две цены. Первая цена будет более дешевая, и вторая будет более дорогая. Ну, у нас, не знаю, премиальная, наверное. В данном случае у вас отборные продукты. Я пришел к вам, чтобы вы мне рассказали, что почем сегодня на борщ в розничных рядах на рынке початок. Расскажите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давайте, вот здесь у вас все в куче, в принципе. Лучок почем? У нас лучок по 10 гривен. По 10 гривен. Чесночок? Чесночок 90, это наш украинский чесночок. Наш украинский, это очень важно. Буряк лучше такой, да? Ну, у нас есть и цилиндр, но где-то он там завалялся. Бурячок у нас 10 гривен. Перец? Перец этот можно 15. Можно 15. Он и последний уже как бы отходит. Да. По чему морковка? Морковочка тоже по 10 гривен, как и бурячок. Так, картошечка. Картошка у нас есть разная. Есть по 12 гривен, есть по 13. По 12 на борщ можно? Да, на борщ можно, конечно. Развалится картошечка хорошая на борщ. У вас есть фасоль. У нас фасоль есть по 60 гривен за килограмм. 60 гривен за килограмм. Хорошо. И капуста? Капуста по 8 гривен есть. Ну, на борщ по 8 гривен. На борщ по 8 гривен. Сколько стоит укропчик в наборщик? 10 гривен пучочек. А сколько в пучке? Давайте взвесим. Просто понимать, какая. 100 грамм, 200 грамм. Потому что мы снимали в супермаркете, в каждом супермаркете... Пожалуйста, в пучочке у нас имеется 100 грамм. Ух ты! 100 грамм, 10 гривен, да? Да, да. Крепчик свеженький, зелененький. Большое вам спасибо за вкусный борщ, который сварят наши зрители. Спасибо. Спасибо. Хорошая вам торговля. До свидания. Спасибо. До свидания. Так, воду мы спросили вот в магазине сразу же. На рынке 40 гривен 6 литров. Томатная паста 70 грамм 7 гривен. Также мы нашли на рынке початок сметану 20% в 23 гривны. Володя, доброе утро. Доброе утро. Делаем индекс борща. И, собственно, хотим собрать борщ. Мы уже узнали цены на овощи. И теперь пришли узнать цены на мясо. Нас интересуют два варианта. Первый эконом вариант. И второй, скажем так, нормальный украинский борщ. Поэтому нужна цена мяса на кости. И второе это мякоть. Что? И, естественно, да, говядина. Ну, я, как всегда, показываю, это грудиночка. Это, как бы, такой вариант, кто любит наварщик, это все борщевой набор. По чем грудинка? Можно хвостик. По чем грудинка? Грудинка 80 гривен. Либо вот такие вот перышки. Мы продаем перышко и хвостик по 50 гривен за килограмм. То есть самый экономный вариант это 50 гривен, да? Да, 50 гривен. Ну и на хвосте хвостик, он довольно-таки очень вкусный. И наваристый, да? Он очень хорошо наваристый, да. Его очень многие любят. Это экономный вариант 50 гривен. Это самый экономный вариант. Следующий идет грудинка. Опять же челочка. Кто любит, здесь будет хороший навар на ней. Здесь косточка и хрящичек. Больше мяска. Либо просто хрящичек, кто любит. Это ценовая политика 80 гривен. Либо мяско, как вы говорите, чистая мякоть. Для навара вот такие красивые части. 160 гривен за килограмм. Это тоже будет побогато. Это будет хороший украинский настоящий бочек. А вот эти обрезочки, они? Это котлетные. Это котлетные по 100 гривен. Ну, на бочек такое-то потушить, либо на котлетки сделать. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Вашу торговлю. До свидания. До свидания. А теперь, как говорится, подобьем бабки. Итак, первая таблица. Больш украинский эконом-вариант. При всех составляющих, кстати, мы воду абсолютно убрали, но это эконом-вариант, поэтому мы воду не считали. Мы решили, что мы ее наберем из-под крана. Все остальное мы взяли с самые-самые дешевые продукты. И цена у нас получилась 6 гривен 83 копейки за порцию. Ура! Это бурные аплодисменты. На самом деле, это очень-очень дешево. Следующее. Мы взяли рецепт, так сказать, премиум, где мы взяли мякоть, в отличие от предыдущего борща, где было мясо на кости. Мы посчитали все самые дорогие продукты, которые нашли на рынке. И, соответственно, у нас получилась цена за порцию в 300 грамм 13 гривен 19 копеек. Следующая таблица нам показывает индекс борща по состоянию на 26 ноября 2020 года. Это среднее значение между эконом-вариантом и премиум. Итак, на рынке початок по состоянию на 26 ноября 2020 года порция борща получается 10 гривен 1 копейка. На самом деле, это очень-очень классно. Потому что, если мы с вами вернемся к видео, в котором мы делали индекс борща по супермаркетам, если вы помните, мы тогда прошли Метро, АТБ, Ашан, Таврию, Сельпо, 5 супермаркетов взяли сетевых, у нас индекс борща получился 11 гривен 40 копеек. Какой мы с вами можем сделать отсюда вывод? Вывод такой, что варить борщ из продуктов на рынке не только вкуснее, но и выгоднее. Кстати, когда уже уходил с базара, встретил коллегу, передача Одесса делает базар. Геннадий Скорга. Здравствуйте, Геннадий. Очень приятно вас видеть. Вы теперь на канале «Взрослый разговор». Я подумал, что я на канале «Взрослый разговор». Нет, у вас карьерный рост. Поздравляю вас. У тебя же зарплаты будет получать. Это, кстати, круто. Успехов вам. До свидания. Спасибо, взаимно. Счастливо. Вот так вот и рождаются слухи о смене ведущих на канале. Как хорошо, что «Взрослый разговор» – это мой авторский канал. Друзья, я хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео, комментируете и ставите лайки. Также прошу поставить лайк и под этим видео. Ну, а если вдруг по какой-то причине вы еще не являетесь моим подписчиком, вот здесь, внизу под видео, есть кнопочка «Подписаться». Нажимайте на эту кнопочку, а рядом с кнопочкой нажимайте на колокольчик. И тогда вы точно не пропустите ни одного моего видео. Также я прошу поделиться этим видео в соцсетях. Для этого под видео нужно нажать кнопочку «Поделиться» и разбрасывайте видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч. Вы на канале «Взрослый разговор». Сегодня 26 ноября 2020 года. И мы с вами вместе делали обзор рынка, вместе делали базар и вместе считали индекс борща на рынке початок. Пока. Кстати, Макс, смотри. Сегодня у нас 26 ноября 2020 года. Да. Знаешь, какая сейчас температура? Какая? Конец ноября. Итак, па-бам! 10 градусов по Цельсию. Я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас снимаем это видео и после этого едем на пляж. Ну, как минимум поснимаем, да? Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok